Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямонтау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспия-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем наконец спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Субтитры создавал DimaTorzok Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Машина! Машина! Вот арбатабля! Артем, машина! Смотри! Собо! Собо! Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознулись. Около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляетесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача – поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так должно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артем, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест. Ха, а чего ты раньше не говорил? Так вы раньше не спрашивали. Система подачи в рабочем состоянии? Надо смотреть. Вот с крестом и посмотрите. Мы самое ясное посмотрим, да только соляр от того у нас не заведется. Судя по тому, как местные лихо разъезжают на машинах, достать дизельное топливо тут будет проще, чем уголь. А с водой как быть? Без нее никуда. А баки пустые. Давайте решать вопросы в порядке поступления. Ну пошли, значит, посмотрим, что там с теми форсунками. Небось, чистить все надо. Привет, Артем. Идем. Чисто. Что там с помещением, идиот? Вроде касса раньше была и камера хранения. Рухляди всякой полно, надо будет прибраться. Фух, а солнышко-то припекает. Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда, идиот к паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом Степана перенесем. Здесь прохладнее, чем в вагоне. Задача ясна, Ваше благородие. Разрешите приступать? Хе-хе, разрешаю. Ну, я пошел. Что-то Алеша разошелся сегодня. На солнышке перегрелся, что ли? А тут, вон, и патрубок прохудился. Да, это хуже. Ладно, тоже запишем, там разберемся. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. 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 Продолжение следует... О, Артём, подожди, я с тобой. Прошвырнёмся, может, полегчает. Стёпа, ты же еле ходишь. Лучше отдохни, пока не твоя вахта. Да, Тёмыч, что-то мне хреново совсем. В следующий раз. Вот и правильно. Артём с Дамиром просто на разведку. Не воевать ведь собрались? А если нападут на них? Тогда они сразу обратно. А тут вы с Сэмом их прикроете. Так что отдохни пока. Да, верно мыслишь, Катя. Здание с антенной, видишь? Вроде туда машина пошла. Ты там осторожней только. А то кто его знает, чего от местных ждать? А то кто его знает. Да. Или они каких-то... Когда мы живём, это в лес. О, Артём, в лес. Три-рррррррррррррррр. Артём, тут похоже буря собирается, небо чёрное. Играет музыка. 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 Играет музыка.